Сегодня у нас 3 сентября 2018 года. Это утро уже. Время 9 часам подходит. Вот Андрей Устинов и Клюва Минаева подогнали своих коровок. Сегодня нас спасет Виталий Калининников. Первый день. Первый раз в жизни гид пасет. А я у него как стажером буду. Владимир Байщенко. Ну все, туда на низ спускайся и постепенно туда их направляйся. Ну мы их там подождем. Наша задача, чтобы они сюда куда-нибудь не побрели. Да, они могут и туда уйти. Дождливая погода, холодная такая. Но ничего, с Божьей помощью справимся. Вот это вот стадо пригнал Женя Янчук. Вон он пошел. Евгений. Осталось еще барабашить. Что-то немножко заопаздывать. Ну, время еще есть. Девяти-то нету еще. Вот так, брат, Виталий. Вот так вдоль дороги иди просто. Они сами направления поведут. Так, не торопясь. Вон видно, что Алабайчик затявкал. Значит, коров выпускает уже у барабашей. Ну пускай, пускай. Ну сейчас барабашей дождемся. Ну ладно. Вон вроде первые коровы появились. Возле техники у Игоря. Вон он у них выходит. Так, в развалочку идут, не торопясь. Куда им торопиться? Целый день еще. Рабочего дня. Здесь вот Маличинский дом бывший. Сейчас наш уже. Ну что, брат, расскажи о своем настрое на пастьбу. Да никакого настроения нет. Я как бы настроился, наоборот, от тебя опыт перенимать, так скажем. Ну смотри, какая погода пасмурная. Такой же и настрой. А ты резину сними. Она же холодит. Да нет, не знаю. Резина холодит. Ты сразу точно тебе скажу. Сейчас дождя-то нет, лучше двойные такие один. Тряпичные. Так нету, а он в любой момент такой. О, даже бодаются между собой идут. О, разыгрались. Не намерились силами еще своими богатырскими. Да я вам комментирую буков и говорю. Не намерились силами идут, бодаются между собой. А, то есть самая такая идет там, да? Ну да. Самые мощные ребята, вон видишь, бежит вон. Такие же как барабаны. Это мясистая порода, очень такие мощные быки. Но спокойные. Да? А я наоборот думаю, что они такие будут. Не. У него просто мозгов не хватает, чтобы быстро что-то делать. Да. Он пока дойдет до него. У меня такой был раньше в детстве, теленок. Его сейчас уже зарезали, потому что он вырос. Вот. Он в развалку всегда ходил в конце, его подгонять приходилось. Он такой плотный такой идет, разваливается сбоку-набо. Вот он, брат Игорь. Барабаш гонит коровок. Да, такой-то он ничего не страшен. Вот когда сильный ливень, то да, да, промок до нитки. И все, и потом мерзный ходил. Вот такой он. Сколько у него коровки? Раз, два, три, четыре. Как они сочетаются. Ну ты, брат, это, иди их там где-то, принимай что-ли впереди, наверное. Давай мне посол. Ну а когда один, то что? Ну сейчас, ладно, он сейчас подгонит. Давай мастер-класс. Мастер-класс. Просто чтоб они там не разбежались в родную сторону. Вот он наш, новоявленный пастух. О, встал, затормозил, он тебя первый раз в жизни видит. Они брата Виталиева видали? Скажешь, что за пастуху еще появился? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, брат. Все, иди сзади, принимай их. Потихоньку подгоняй. Мастер-класс выделил баранов? Нет, я не видал. Нет, не будешь делать. Баранов нету. Нету, да. Ну мы задержим тут, подождем. Постепенно пойдем туда. Да, вообще даже не надо их. Нет, надо, надо. Они сейчас там начнут расходиться в разные стороны. Понимаете? Мы их там удержим сейчас, подержим пока. А он подгонит к тому времени. Задача такая, чтобы не давать им сильно в разные стороны расходиться. То есть они должны немножко как бы в стадии быть таким. Ну, на расстоянии друг от друга, конечно, чтобы они могли есть спокойно. Вот эти, которые сейчас с правой стороны туда пошли, вот их это в левую сторону немножко заворачивай, чтобы они туда не ушли. Мы в сторону лагеря пока погоним, а там посмотрим. Вот тут какие гигантские тополя стоят мощные. Какие большие деревья соковые. У нас свои, тут тоже местные. Вот такой тополь стоит. Человека три только может обхватить его вместе. Установите. Установите. Продолжение следует... Он их сейчас направляет. Уже входит во вкус, брат Виталей. Там сейчас это, брат, вот так вот вдоль забора, вдоль забора, и чтобы они на ячмень не ушли, на поле. Постепенно так, не торопясь, чтобы не спугнуть их сильно. Обходи с левой стороны их. Вот так вот вдоль забора, вот так, в Лужковском, вот так, прямо туда иди. И чтобы они на поле не ушли. Иначе они в ячмень залезут. Сильно их не гони, просто отгоняет заборы, чтобы они вправо уходили. И все. И вот примерно там за березку где-нибудь встань и смотри, чтобы они в сторону поля не шли. А тут они пускай идут сейчас. Их можно не торопить. Тут мы подождем. Игорь Барабаш пригонит овесик у батюшки. О, там даже вон просвет есть. Солнышко на бугре появилось. Может, Господь и даст? Точки рассеются. Хотя вон там видно, что капает дождик, идет вдалеке. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вон сейчас Игорь Барабаш подгоняет брат наш овечек батюшкин. Ну и своих тоже, видимо. Вот они. Вообще мне овечки нравится, что они всегда стадом ходят. Своим гуртом этим. Вот они, только одни лопухи у них, уши развиваются. Что интересно, однако, овечка куда направится, куда все остальные направляются. Спаси Христос, брат, все. Вы что, вдвоем пасете, что ли? Ну мне же надо его обучить, он же ничего... Он первый день пасет в жизни своей. А то он их куда-нибудь угонит потом. Попробуй, найди его с коровами. Куда ты их погонишь? А? Куда ты их погонишь? Я хочу туда, он за второй мостик. Я ему просто, чтобы он туда на поле не давал ходить им. Мы туда сегодня погоним, вот туда, к березкам он тем. Вот я ему попросил, Виталия, чтобы он не давал им туда ходить, в ту сторону пока. Ну там возле лагеря пройдут с правой стороны. Постепенно погоним туда надо. Запах такой стоит, коровьего говна. Приятный, в кавычках можно сказать. Мы видим библейский пример, сколько было пастухов, а мост там, другие пророки. Вот у себя тут солнышко. И мелкий-мелкий дождь детишка моросит. Господь, как бы нам утешение дает. Все-все, брат, не гони сильно. Пускай, сильно не гони, пускай постепенно иду. Там вот, по ходу дела, дождь идет, синева. И не маленький, да. Тогда это сильно не гони, не гони. Мы, если что, в лагере отсидимся, если ливень будет сильный. Пускай они тут пока едят. Может, ветер куда-то отгонит эти тучи? А, ну да, вижу. Ну такая слабенькая, ее плохо видно. Бывает яркая такая, насыщенная. Слабоватая, конечно. Сейчас дождина пойдет. Ну вот так, сзади идешь потихоньку и подгоняешь, которые отстают. Не, ну отсидеться это хорошо, но как ты мне мастер-класс-то покажешь? Вместе же, еще до обеда знаешь, сколько времени? Мы только вышли с тобой. Это не кажется, это дождь будет все время. Нет, если ливень, он заканчивается быстро. Буквально там может с полчаса польет, если не меньше. Ага, видно, но... Вон оно, проясняется на небе. Вон там, заходи, с этой, с левой стороны. Вон там вот. Возле крапивы. Вот так, брат, слышь, вот так возле столба иди в ту сторону, и там встретишь их. Бычок, ну-ка, подтянюсь. Отставать не надо. Ты должен вместе со всеми быть. Вперед! Ширий шаг! Бычок! Подтянулся. Видишь, отстаешь от всех. Что это за лень такая? Идет, переварится сбоку на бок. Не положено бегать, ему видеть. Ну вот. Солнышко светит везде. Сквозь тучи солнце проходит. Вот здесь вот проясняется. Небо такое становится светлое. А с той стороны вот идут тучи. Особенно вон там вот. Со стороны южного пруда у нас. Это вот у Игоря Барабаша и чмень тут еще. Уже назревает хорошо так, желтеет. Кое-где зеленый еще есть, но в основном уже желтый становится. Ну, вот так вот. Приходится иногда легкие пробежки делать. Потому что коров надо контролировать всегда, держать его в центре внимания, чтобы они у тебя из твоего обзора не выходили. Они, ребята, иногда лукавые такие бывают, коровки. Чуть-чуть, смотришь, уже бежит в другую сторону. Вот наш бывший лагерь Стам. Сейчас музей, комплекс называется. Для бедных лагерей. Пиво вон как выросло здоровенно. Русский. Самое главное еще смотреть, чтобы они на территорию лагеря не зашли. Иначе они там начнут ломать эти наши кельи врагами. Они там насекомые кусают, они тишутся и разворачиваются. Появляются. Не-не, не препятствуем. Просто надо смотреть, чтобы они туда не зашли. А вот, брат, на бугор можешь встать. У тебя и легче будет смотреть на них. Всегда старайся, если есть возможность, повыше вставать, чтобы тебе видно было всех коровок. Где, что делает, кто. Ну и молитва, конечно, должна быть. Господь умудрил. Сейчас тоже пошли с ним, помолились. И раз с тобой пошли, помолились, говорю, возле дома-то. Сейчас им направление, вот в ту сторону надо, вот туда, чтобы не ходили они. Надо пресекать попытки, если пойдут в ту сторону. То есть тут надо постоянно дирижировать, ходить. Когда собака-то есть научена, она проще ее послала, завернула. Ну и все, побежала сразу. Вот не просто так. Везде с коровками надо глаз да глаз внимание все везде иметь. Потому что у них свое на уме. Им где полегче, где повкуснее. Это в основном зерно, которое растет на полях. Запах их привлекает, и они туда идут. Хотя говорят, что у них не перерабатывается зерно. Та же выходит вместе с отходами. Почему им дают дробленку, дробленное зерно. Травы в этом году, слава богу, много. Всю весну дождили, было прохладно, и трава шла спокойно. Так, ребятки, и вы куда направились. Нельзя сюда ходить. Вот так, брат, это. Ходи, чтобы они здесь не шли никуда. Вот он, главный у нас бештек сходит. Породистый. Бык большой, больших размеров растает. Еще молодой ему, года три, наверное, еще 2 лет. Все, брат, прорывается. А то не просто так все. Еще крапива мешается. В гибрии эти зашел я тоже. гоняем на второй мостик. По сути, в основной массе туда не гоняет, ленится тут. Ну, так, в принципе, тут травы хватает, зеленой-то. Можно было, конечно, не гнать, но прогулка будет очень хорошая для коровок, для нас тоже. Он правильно пошел. Решил подогнать там, кто сзади отстал. Что-то приходили вместе немножко. Ого! Уже посох применяет. Особенно начинаешь применять, когда они идут не в ту сторону, а куда тебе надо рвутся. Приходится тут уже быть немилосердным по отношению коров. Коровки вы куда? Мы сегодня идем в другую сторону. Коровки. Это не как самая удобная травка жевать. Хорошая. не выходит. В принципе, до дороги можно дать попастись, да и так вообще по подкосу пройтись, конечно. Желубрано сегодня. подкосу. Я не знаю, что это просто. Я не знаю, что это просто. То есть подогнал сзади и сразу раз возвращаешься вперед, куда они направление дали, чтобы все время их контролировать. Тут спать не придется, если хочешь, чтобы потом не бегать за этим коров. Постепенно где-то можно свободу им дать в дозволенности, в рамках, как говорится. Ну да, немножко вот до дороги, я думаю, можно пока. Подразнить их? Подразнить. Обычно так сзади подогнал их в нужном направлении и вышел сразу впереди, обходишь их и контролируешь, чтобы они далеко никуда не уходили. Чтобы потом за ними не бегать, потому что они бывают как начнут идти полным ходом, бежишь, потом их заворачиваешь. Глаз до глаз нужен. Здесь вот, что сложнее, вот здесь вот, то, что крапива высокая. В крапиве хоть, может, хоть теленок какой-нибудь там затеряться хоть кто. На открытых пространцах лучи кости. Вот есть штучи шли, раз и уже развеял. Ну что, ты куда входишь? В ту сторону. Сейчас он, это, с дороги их сворачивай вправо. Слава Богу за все. Ага.